Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Константин Должанский. Я с последними новостями из стана «Желто-Зеленых». Сегодня в нашей программе. Коротко о матче в Таразе, а также обзор прошедшего 14-го тура. Интервью с новичком кустанайского табола Ника Эквеквискири. Женский взгляд на футбол от нашего специального корреспондента Амины Асановой. И, как всегда, в нашей исторической рубрике легендарный футболист из города Кустаная, а также тренер. От него видеопривет и пара интересных исторических фактов о кустанайском таболе. Кто это, можете сейчас уже угадывать. Надеюсь, заинтриговал. Так что поехали! Начнем по традиции с коротких новостей. В Кустаная прошли два мемориальных турнира. Мемориальный турнир памяти Олега Будника, а также турнир памяти Турсунова, Нургалиева и Жей Литбаева. И в том и другом соревновались ветераны. Лозунг таких соревнований – главное не победа, а память и скрепление связи между ветеранами футбола. Футболисты футбольного клуба «Табол» Алексей Щеткин, Алимир Мухудинов и Марк Гурман посетили последний звонок в сельской школе. Кустанайские футболисты раньше уже приезжали в Большочероковскую среднюю школу в Алтынсаринском районе. Это обычная сельская школа, учителя из которой как-то раз попросили футболистов приехать, те приехали с тех пор и дружат. 10 июня пройдет матч между сборными Казахстана и сборной Дании. Список вызванных футболистов попал Алексей Щеткин и Григорий Сартаков, а в расширенный список вошли Асхат Тагаберген и Виктор Дмитренко. В эти минуты, когда мы записываем нашу программу, идут два очень важных матча. Ордабасы принимают у себя Павлодарский «Эртыш», а Кайрат у себя столичную «Астану». В Шымкете встречаются две откровенно подуставшие команды. Павлодарцы не без труда, накануне обыграли «Октабе», а Ордабасы сыграл непростую игру в кубке. Более уставшими, наверное, выглядят шымкенцы, да и «Эртыш», в свою очередь, успешно играет на выезде. Так что букмекеры уверены, что будет победа Павлодарцев или ничья. Вот уж где буки абсолютно осторожны, так это в матче Кайрат-Астана. Здесь может быть все, что угодно. И Астана хороша, и Кайрат чертовски хорош. Грузинская диаспора Тобола серьезно приросла на этой неделе. Кустанайский клуб подписал грузинского сборника Нику Квеквискири. Эта новость была воспринята болельщиками со сдержанным оптимизмом. Вопросы, как говорится, остались, и мы не можем их не задать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ника, мы попросили болельщиков задать тебе вопросы, так что с подчином, с дебютом тебя. И вот какие вопросы поступили. Буду озвучивать, кто задал вопросы, и сам вопрос, собственно. Павел Лужицкий интересуется, почему выбрали именно 21 номер? Какой ваш любимый номер вообще игровой? Ника, если честно, мой любимый номер – это седьмой. Но седьмой был занят здесь, и я выбрал 21. Но у меня есть три причины, потому что моя жена и моя мать родились в этом числе, 21. И еще мой любимый футболист Андрей Аперло играет с этим номером. Так что вот эти три причины, потому что я выбрал 21. Ну, практически мы ответили сразу на второй вопрос от Игоря Соколова, кто у вас кумир. А тогда сразу переходим к следующему. Александр Мохамбетов интересуется. Скорее всего, ваш дебют придется на игру с Кайратом, где работает хорошо вам знакомый по совместной работе в Интере Кахаберт с Хададзе. Будет ли какой-нибудь особенный настрой на эту встречу? Ну, я и так буду настроен на эту встречу, потому что этот дебют за меня... И я думаю, это больше значит, чем просто, ну, игра с Кайратом, потому что у меня дебют, и это для меня большое значение имеет именно эта игра, потому что я хочу, ну, хорошую сторону показать болельщику мою. Поэтому и так очень важна для меня эта игра. Отлично. И в продолжение. Будучи игроком молодежной сборной Грузии, вы отметились очень красивым голом ворота небезызвестного Давида Дехе. Какие еще матчи и голы отложились в памяти? Ну, если честно, все голи в памяти, потому что они все важные, потому что, ну, для футболиста голы – это, ну, как сказать, большое удовольствие, когда помогаешь команду именно на счет тебя, она выигрывает, это очень большое удовольствие. Так что все голи в памяти. Ну, конечно, когда забыл из Дехе, это, ну, очень приятно. Здорово. Тимирлан Дырбаев интересуется, как ему город Кустанай готовили к перелетам между городами? Ну, я когда, до того, как приехал к Кустанай, я собрал информацию с интернета, и еще у меня друзья играют здесь, в Казахстане, так что, ну, знаком был Кустанай из интернета, и из этих информаций. После того, как приехал, парни ознакомили меня с городом, так что все нормально, все уютно, спокойно, тихо, так что я готов к перелетам. Главное, чтобы мне побеждали. Ну, перелетами тебя уже напугать попытались. Ну, да. Ясно. Анжелика Разумович интересуется, готовы ли встретиться с нашими погодными условиями, даже когда лето бывает 0 градусов? Исмайлик. Ну, да, в Грузии, ну, полща тепловата, чем здесь, чуть прохладнее у вас, но я готов для победы. Здорово. Елена Батвинова спрашивает. Как возник вариант статбола? И сразу от нее же вопрос. Любят ли пробивать штрафные и приносят ли они дивиденды в виде голов? Вот такой серьезный вопрос. Ну, про штрафных. В командах, которые я был, ну, всегда штатным, так сказать, был. Исполнительный стандартный. Да, исполнительный стандартный у меня был, так что, конечно же, люблю. И если тренер посчитает, что я должен быть штрафные, я готов взять себя на ответственность. Как возник вариант статбола, напоминаю, вопрос. Ну, коротенько. Ну, я не знаю. Они, наверное, наблюдали на меня, потому что я играю за сборную Грузию. Я играл в Лигу Европы, групповый этап. Так что я, так сказать, наведу. Так что, ну, оттуда возник, наверное. Ну, и в завершение нашего Бритс-интервью, опять же, вопрос от Елены Ботвиновой. Еще два вопросика от нее осталось. Какое хобби есть вне футбола? И очень интересно услышать про окружение, про семью. Ну, про семью у меня есть жена. Две дочки. Одна только что 28 мая у меня родилась. Так что... 29 мая с новым? 29 мая с новым день рождения, так что подарок жена сделала для меня. Лучший подарок, наверное, в жизни. Так что... А второй... Хобби. Хобби. Хобби у меня, ну, я люблю читать книги, и я люблю играть в теннис. Польшой теннис. Отлично. Ну, тогда сразу и тут на вопрос, какую книгу последнюю прочитал? Ну, сейчас читаю «Достоевский игрок». Здорово. Спасибо, Ника. Спасибо вам. Посмотрим, как прошел 14-й тур чемпионата. Краткий обзор далее. В 14-м туре КПЛ. Никто не хотел сдаваться, никого не пожалели. При этом тройка лидеров добилась побед, все больше углубив пропасть между условными. Первой и второй шестеркой. Актобе бивал Иртыши раньше, плюс у руля стал грамотный тонкий стратег Владимир Муханов, так что красно-белым нужна была одна победа, одна на всех, и за ценой октябинцы явно не собирались стоять. Однако матч начался с курьезов. Сначала с положения вне игры забили хозяева, затем гости. Так что до перерыва галы, если были, то только в фантазиях отдельных футболистов. При том, что игра была весела и бодра, во втором тайме гости разыграли Эншпиль на угловом. Первым темпом атака не прошла, зато на доигрывании Евгений Ткачук был точен 0-1. Гости попытались добить соперника, и правда Сидельников чуть было не наварил, но вместо этого напоролись на Зиньковича. Тот восстановил равновесие, но Иртыш был действительно сильнее. Гости вели себя в прихожей Сидельникова по-хозяйски, и в итоге Карл Шфансека забил победный гол. Одним словом, Муханову дебют подопечные Димитрова подпортили. Бывшей дружине Муханова тоже пришлось не сладко. Болист Виктор Пасулько был бит Ардабасы. На остановении Ардабасы методично расстреливал ворота Саши Стаменковича. На 10-й минуте был эффектный дальний удар Гагиты Гогуа, а на 20-й было эффективное замыкание головой Таната Нусербаева. Поведя в счете, гости взяли игру под свой контроль. Хозяева до перерыва отметились лишь неточным ударом Сергея Струкова, а на 39-й минуте Ардабасы увеличил свое преимущество. Ирки Булан Тунгышбаев обыгрался перед чужой штрафной с Нусербаевым и выстрелил точно в ближний нижний угол 0-2. Номинальные хозяева ответили голом Цветана Генкова, который в прыжке замкнул подачу Игоря Юрина с левого фланга. В 14-м туре команда Кахабира Цхададзе встречалась на выезде с Кайсаром. Команды начали игру без раскачки, обмениваясь атаками. И уже на 9-й минуте хозяева открыли счет. Матиас Курьор переиграл в чужой штрафной Гафуржану Сумбаева и пробил мимо выскочившего МИУ на встречу Стаса Покатилова. 1-0. Пропустив алматинцы прибавили и на исходе получаса игры получили прекрасную возможность сравнять счет. Прострел Андрей Аршавина, прервал рукой свой штрафной защитник и арбитр указал на точку. Буржан Исламхан, взявшийся исполнить пенальти, хладнокровно пробил по центру, а галкипер завалился влево от себя. 1-1. Не успели хозяева собраться, как пропустили снова Аршавин со штрафного слева фланга. Закрутил мяч в вратарскую, гоу, коснулся сверхголовой, чуть изменив траекторию полета и смутив при этом галкипера. Снаряд оказался в сетке 1-2. В концовке поединка Кайсар прижал соперника к воротам, но победу сберег для своей команды Стас Покатилов, который отразил удары в упорот Владимира Оржанова и Дмитрия Евстигнеева. Матч Астана Шахтера не имел никаких предпосылок для серьезной интриги. Несмотря на всю напористость Кротов, Астана играла по принципу «Мы забьем сколько хотим, вы сколько сможете». Открыл счет Кабананга после подачи от Дмитрия Шамко. 1-0. Потом снова он и затем он же поднес снаряд Мужикову. Отметим также, что Муртазаев упустил возможность забить с пенальти и все это в первом тайме. В начале второго тайма Шахтер сумел заинтриговать голом, но через три минуты все вернулось на круги своя. Сергей Скорых окончательно расстроил своих партнеров тем, что вынес точно на Кабанангу и тот оформил хэт-трик. А Тарао Икжейк продолжает претендовать на попадание в первую шестерку. Нефтяники в родных стенах казались куда точнее. На исходе получаса игры Владимир Двалишвили ударом головой замкнул подачу с левого фланга. 1-0. А на 59-й минуте хозяева упрочили свое преимущество. После удара Йована Джокича Денис Талибаев перевел мяч в тангу. А на добивании подоспел Двалишвили, оформивший дубль 2-0. На минувших выходных кустанайцы минимально уступили на выезде в Таразе. И сравнялись по очкам с Иртышом. Табал в очередной раз продемонстрировал свою робин-гудовскую составляющую. Подарив очки тем, кто больше в них нуждается. Не мы это придумали. Так пишут газеты. Давайте будем разбираться. И начнем с конца. С послематчевой пресс-конференции о Мари Титрадзе. Комментируя матч в Таразе, главный тренер Табола, Мари Титрадзе отметил оборону Тараза. И тот факт, что прямо перед матчем выпала большая группа игроков. Мари Титрадзе, главный тренер Титрадзе. Мари Титрадзе, главный тренер Титрадзе. Мари Титрадзе, главный тренер Титрадзе. Перед выездом потеряли. Там уже плохо чувствуется на жопу. Ну и сегодня утро он тоже плохо себя чувствовал. Дмитрий Титрадзе. Тем, что мы попали в эти тризвы. Это тоже подъявляет сложность. Такие игры, как та, что прошла в Таразе, болельщикам не нравится. Много возни в центре поля, мало ударов по воротам. Вообще все шло к тому, что команды поделят очки, как это часто бывает в домашних играх с жамбульским клубом. Разве что тревожными были прострелы Морриса и Диары. Так и Табул ответил ударами Жангалышбая и Джалилова. Самым перспективным показался розыгрыш уголовым Малдокараевым. Вынос от ворот возвратил Жиренбетов. Притом мяч удалось почти замкнуть Жангалышбаю. Был реальный шанс для взятия ворот. Череда опасных моментов в втором тайме открылась штрафным в исполнении Фищука. Выцеливал створ ворот игрок Тараза. Мяч прошел показательный. Табул больше стал комбинировать. Выдвинулся вперед Жопа. Даже Диспоты считал больше отрабатывать в средней зоне. Еще один удар. Притирку со штангой выдал Рауль Джалилов. В ответ пробил с дальней дистанции поворотом непогодого Диара. Шла 80-я минута игры двух команд с отличной защитой. К этому времени тренер Тараза делает судьбоносную замену. На поле появляется Байжанов. Последняя замена стала роковой для Табула. После подачи штрафного грабанцом Байжанов сумел подставить ногу под передачу. 1-0. До конца встречи у Табула так и не получается наладить контроль мяча. Тараз тем временем организует выход 1-1 Фищука с непогодовым. Непогодов на высоте. Жаль, что самотверженность голкипера не идет за счет итога матча. Он завершается счетом 1-0. И еще один печальный итог встречи. Четвертые горчичники получают Младокараев из Артаков. А они пропустят матч с Кайсаром. Еще во время матча комментатор залип на том месте, где был забит гол. Собственно говоря, как и главный арбитр встречи. А спустя время то, о чем говорили все, подтвердил и директор департамента инспектирования и судейства Николай Левников. Гол был забит с офсайда. Помощник главного арбитра отстранен от работы на июнь. А Табула очков лишился. Остается одно – набраться терпения. К слову о терпении. А точнее о поддержке. Вот что о них сказал один известный кустанайский футболист. В те минуты, когда Табул неудачно играет. Никогда не освистывайте свою команду. Будучи игроком, тренером, по себе знаю, как это тяжело. Когда ты отдаешь все силы, но что-то не получается. А болельщики еще и освистывают. Желаю болельщикам поддерживать команду в любую трудную минуту. Эти слова принадлежат одному из лучших нападающих бомбардиров в истории кустанайского футбола – Валерию Вельману. Он нынче живет в Германии, но сердцем и душой по-прежнему с Табулом. Добрый день, дорогие кустанайцы. В этом году исполняется 50 лет нашей футбольной команде. Больше 20 лет я отдал футбольному клубу, будучи футболистом и тренером. И сейчас, проживая в центре Европы, я постоянно слежу за выступлениями родной команды. От своего имени, от футболистов, которые раньше играли в футбольной команде, проживающие здесь, также в Германии, Сергея Дудкина, Михаила Бланка, Валерия Ширяева. Хочется поздравить от всей души ветеранов футбола, тренерский цех ветеранский, всех бывших руководителей, всех тех, кто стоял у истоков команды, всех тех, кто приносил славу футбольному клубу. И пожелать им большого здоровья, семейного счастья и всех благ. Ну, а действующим футболистам, тренерскому составу, руководящему персоналу пожелать больших побед на зеленых полях не только Казахстана, но и на международной арене. Ваш Валерий Вельман, Германия. Валерий Вельман, Германия. Мы попросили сделать репортаж о том, как идет реконструкция, но она по своему обыкновению 90% времени поправляла в кадре прическу, так что много видео не покажем. Зато вы увидите нашего самого симпатичного корреспондента и настоящих кустанайских мужиков, чьими руками делается главная спортивная арена Кустаная. Всем привет! Я иду на наш центральный стадион и хочу посмотреть, что же там произошло, что же там нового, построили, что там изменилось. И как скоро мы будем смотреть уже футбол у нас дома, у нас в Кустанай. Вот такая красота. Сзади меня. А где же люди? Кто тут главный? Здравствуйте! Как ваши дела? Как настроение? А когда будет готов наш стадион? Это не от нас зависит. От кого? А вы? От зависит от Бога, а! Да. Когда будет готово наше поле? Ну, честно сказать, конкретно не могу. Ну, через минуток, полтора. Устали уже? Нет, я только разогрелся. Ого! Класс! Я еще выше могу забраться? Я веду контроль, вы работаете или нет? Конечно. Который? Нет. Табол любите? Футбол. Вообще любите? Более. Как бы, да, я стараюсь не пропускать, но в последнее время просто из-за работы, работа много времени занимает. Да, и еще все игры проходят в Затаболовке, что не очень удобно, поэтому мы скорее ждем, чтобы наш стадион ремонтировали и мы все игры проводили у нас. Вот мы как бы этому поспособствуем. Вот и все, пожалуй. Это была программа «Одиннадцать на одиннадцать». Для вас ее подготовили. Я Константин Должанский, наш корреспондент Амин Асанов, оператор Роман Вельман, наш режиссер Владимир Фрайнт. Ну и воспользуюсь еще раз случаем, поздравляю всех с первым июня, днем защиты детей, берегите детей. И помните, они будущие футболисты. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова